В Австралии и Новой Зеландии это устройство должно устанавливаться квалифицированным специалистом. Перед тем, как вы начнете устанавливать систему мгновенного кипячения Encircurator, ознакомьтесь с местными требованиями по проведению водопроводных и электромонтажных работ. Исследуйте им неукоснительно. Также обратитесь к руководству по установке и эксплуатации системы мгновенного кипячения. Вам будет необходима розетка с заземлением, установленная под раковиной. Для сети с напряжением 230 В необходим предохранитель на 10 А, а для 115 В – 15 А. Инструменты, которые вам понадобятся – электросверло, плоское крестообразное отвертки, универсальный гаечный ключ, плоскогубцы, нож, карандаш, сгибатель и обрезчик труб, емкость для стекающей воды, лента для крепления и уровень. Отключите воду, затем распакуйте систему мгновенного кипячения. Распримите медные трубки. Комплектация у разных моделей немного отличается. Например, только модели серии 1100 имеет фильтр в комплекте. Проверьте, какую модель вы устанавливаете – HC-1100 для горячей и холодной воды или же GN-1100 или H-900, предназначенные только для горячей воды. Сначала установите кран. Вам может потребоваться консультация специалиста перед тем, как сверлить в раковине отверстие диаметром 35 мм. Затем отпустите туда две медные и три пластиковые трубки, а также штифт с резьбой. Убедитесь, что прокладка ровно установлена на кране и закрывает отверстие в раковине. Под раковиной установите на штифте крепежное полукольцо. Для серии GN-1100 привинтите его шестигранной гайкой. Используя прилагаемый инструмент, закрутите гайку достаточно плотно, чтобы кран не вращался. Кран серии H-990 прикручивается барашковой гайкой. Теперь прикрепите под раковиной бак для горячей воды. Установите его вертикально в пределах 400 мм от трубы с холодной водой и в пределах 760 мм от розетки. Удерживая бак, отметьте карандашом места для сверления. Просверлите два-три миллиметровых отверстия и закрепите бак. Оставьте под ним место для дренажа. Не проводите там электропроводку или водопроводные трубы. Не нажимая серую кнопку, соедините крепление с защелкой на конце синей трубки с левым пластиковым соединением на емкости. Нажмите до щелчка. Наденьте белую трубку на среднее соединение и протолкните ее вниз примерно на 13 мм. Наденьте маленькую белую трубку на правое соединение и протолкните вниз. Проверьте, нет ли повреждений на трубках. Но все еще не включайте систему. В зависимости от модели в комплект может входить фильтр. Установите головку и держатель фильтра так, чтобы все водопроводные соединения были сделаны без натяжения и сгиба труб. Убедитесь, что вам будет удобно заменять картридж. Не устанавливайте фильтр над электрической розеткой. Отметьте места для отверстий и привинтите держатель прилагающимися винтами. Если вы хотите перенаправить воду, когда отсоединен картридж фильтра, наденьте один конец 150-мм трубки на вентиляционный выход, который открывается, когда вынимается картридж, и направьте ее вниз, туда, где воду можно будет собрать с помощью полотенца или емкости. Далее подсоедините трубки к водопроводной трубе. В зависимости от модели трубки могут немного отличаться. Обрежьте трубку под прямым углом на необходимую длину. Когда отрезаете пластиковую или медную трубку, аккуратно уберите все неровности из заусенцы, мешающие соединению. Убедитесь, что трубка вставлена до упора. Чтобы ее вынуть, отожмите держащее кольцо и аккуратно потяните трубку. При установке системы фильтров F701 вставьте 9,5-мм полиэтиленовую трубку до упора во входное отверстие головки фильтра. Трубку такой же длины вставьте в выходное отверстие головки фильтра. Убедитесь, что при проведении трубок между емкостями вы не блокируете ими пространство под раковиной. Избегайте резких сгибов и оставляйте запас длины для удобства обслуживания. При установке модели GN-1100 вы вставляете выходную трубку в соединение с защелкой. Затем вставьте медную трубку крана, маркированную белой лентой, в это соединение. При установке модели H990 помните, что у нее нет фильтра. Чтобы установить модель HC-1100, вставьте выходную трубку от фильтра в соединение с раздвоением на конце. Затем вставьте обе медные трубки в это соединение. Для того, чтобы подсоединить полиэтиленовую трубку от входа фильтра к трубе с холодной водой, используйте прилагающийся пластиковый переходник. Просто наденьте переходник на трубу с холодной водой, а затем вставьте трубку в переходник. При установке модели H990 подсоедините 6-мм медную трубку к трубе с холодной водой. Если в комплект не входят соединения, которые нужны в вашем случае, свяжитесь с центром обслуживания. Не подключая прибор к электросети, включите холодную воду. Потом нажмите или поверните ручку крана горячей воды и удерживайте ее, чтобы наполнился бак. Когда бак наполнится, холодная вода польется из крана. Дайте воде потеть через систему в течение трех минут. И убедитесь, что все соединения герметичны и сухие. Теперь вы можете включить систему в розетку с заземлением. Загорится зеленый индикатор на баке. Это означает, что система подключена к электросети. Для нагрева воды до требуемой температуры потребуется 10-15 минут. Во время первого нагрева воды вода может капать из крана, но это нормально. Просто включите горячую воду на 15 секунд, чтобы вода опять нагрелась. Система готова к тому, чтобы по вашей команде подать воду температурой 98 градусов Цельсия. Необходимо следить за тем, чтобы вода не кипела. Если это произойдет, пойдет пар, и вода начнет капать из крана. Просто понести температуру воды, повернув индикатор на полотметки против часовой стрелки, так, чтобы система подогревала воду до 98 градусов или ниже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова